Доброе утро, Республика! Сегодня понедельник, начало нового календарного месяца, 1 июля. Кстати, ровно половина года прошла. Сегодня в 12 часов дня мы пересечем эту часть года. И уже буквально до Нового года останется всего 183 дня. Кстати, по народному календарю июль вообще всегда был насыщен огромным количеством примет. Наши предки активно наблюдали за тем, как ведет себя погода и делали выводы. Так, например, говорилось, что если гром гремит долго, то будет к ненастью. Если отрывисто, то в конце концов скоро будет ясно. В июле много щавеля, жди теплой зимы. Есть ли в цвету трава, косить пора. На нижней стороне листьев появляется влага, что значит скоро будет дождь. Июль – это не только полное лето, но и года. Еще вообще в июле чаще всего гремели грозы. Так что, скорее всего, июль и этот в Якутии станет не исключением. Перед дождем, кстати, муравьи убирают вынесенные на воздух личинки. Так что вот внимание и на муравейники тоже обращали наши предки. Ну, еще из таких народных примет – если мокрица утром закрывает цветки, то днем будет дождь. Ну, надеюсь, что июль будет таким же солнечным, как и прошел июнь, например, в городе Якутске. Многие наслаждались купанием в солнечной яркой погоде и получали массу удовольствия от этого. Предпенсионный возраст. Может быть, для кого-то это пора начать новую жизнь. Благо, в рамках национального проекта «Демография» предоставляются новые условия. Например, пройти переобучение. Уже с сегодняшнего дня в ряде среднеспециальных учебных заведений можно пройти такое. Как это сделать? В следующем сюжете. Удачная смена профессии в любом возрасте делает человека более свободным, творческим, счастливым. Тех, кто не боится вновь сесть за парту, Центр занятости города Якутска приглашает на бесплатные курсы незанятых граждан предпенсионного возраста. По итогам которых можно получить такие профессии, как частный охранник, оператор котельной, портной, повар, кондитер и другие. Это граждане в течение пяти лет до назначения страховой пенсии по старости. Данные граждане обращаются сюда, в Центр занятости, к нам. И если они желают обучаться, мы оказываем профориентационную услугу данным гражданам, помогаем подобрать профессию. Мы обязательно делаем запрос тут же при гражданине в пенсионный фонд. Относится ли он к лицу предпенсионного возраста? Самые ближайшие курсы, они у нас начнутся буквально со 2 июля. Это по образовательной программе управления государственными и муниципальными закупками. 108 часов мы будем направлять на обучение в Северо-Восточный федеральный университет. Эти курсы, конечно, у нас будут проводиться, активно мы набираем июль, август, сентябрь. Мы предполагаем и повышение квалификации по таким, как управление госзакупками, как я выше сказала, да. Один из бухгалтерии 8.3, один из управления торговлей, вот по таким курсам. Незанятые граждане, которые направляются на обучение, они у нас будут получать стипендию в размере МРОД. Это более чем 15 тысяч рублей ежемесячно. Само обучение бесплатное? Само обучение бесплатное. В преддверии пенсии, да, бывает, что кардинально хотят поменять профессию, либо повысить квалификацию. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир и как раз продолжим тему обучения пенсионеров и предпенсионеров. С нашими гостями в импровизированной студии на крыше здания национальной вещательной компании «Сахаев». К нам в гости сегодня с утра подошли Иванов Николай Николаевич, главный специалист отдела среднего профессионального образования Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия. Доброе утро. И Бережных Елена Вадимовна, руководитель многофункционального центра прикладных квалификаций Якутского коммунально-строительного техникума. Доброе утро. Первый вопрос будет Николаю Николаевичу. В чем цель обучения граждан пенсионного и предпенсионного возраста? Цель данного обучения граждан предпенсионного возраста – это обеспечение им конкурентоспособности и мобильности на рынке труда. Это обучение реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» – национального проекта «Демография». Это обучение у нас проводится по международным стандартам WorldSkills. Обучение бесплатное. Для этого гражданам нужно будет через сайт Академии WorldSkills регистрироваться. Можно выбрать интересующуюся себя компетенцию. Надо будет приложить справку о отнесении к категории предпенсионного возраста. Хочу отметить, что эту справку можно получить через МФЦ, можно получить через сайт пенсионного фонда. И буквально через 5 минут в электронном виде на почту человека эта справка приходит. А вот кого можно отнести гражданам предпенсионного возраста? Какой это у вас? 48, 49 лет, 50? Или уже по новому законодательству для женщин, допустим, это 54 года? Вот если по России это возраст от 50 лет, то у нас в республике с учетом условий севера этот возраст составляет от 46 лет. Это и женщины, и мужчины? И женщины, и мужчины. Все равно тоже, да, 40? Да, конечно. По данному обучению можно бесплатно по одной выбранной компетенции обучиться. То есть надо будет пройти профессиональный тест на сайте, оценить уровень своих знаний, взвесить, выбрать компетенцию, выбрать образовательное учреждение в республике, где можно обучиться, выбрать свой удобный для себя режим. Можно по вечерам учиться, можно по выходным. Это довольно гибкий режим. И буквально вот у нас программа до 122 часов есть, 72 часа. И в короткие сроки закончить. В конце они получают свидетельство установленного образца и вместе с ним получают скиллс-паспорт. Это новый документ. В конце выпускники проходят демонстрационный экзамен, где их прикладные навыки пройдут оценку и уровень навыков, умений будет отражен в этом скиллс-паспорте. А в каких учебных заведениях можно будет пройти обучение? У нас в республике сейчас имеют право обучать 9 колледжей и техникумов. Это в трех городах. Якутск, Нерингре и Покровск. Ну то есть информацию можно найти, допустим, на сайте WorldSkills. В сайте Академии WorldSkills, называется сайт «Навыки мудрых», там эти 9 учреждений будут выбраны. Другое дело, что по каким-то определенным компетенциям может реализовать обучение какой-то колледж. То есть по всем, ну всего 26 компетенций и 9 учреждений. Какое-то учреждение по нескольким компетенциям сейчас обучает. Вот как раз вопрос тогда, Елена Вадимовна, вам, как к коммунально-строительному техникуму. Вы по каким компетенциям планируете обучать непосредственно гражданам предпенсионного возраста? Ну, начну с того, что Якутский коммунально-строительный техникум прошел предквалификационный отбор на право участия в конкурсе, на подготовку по рабочим профессиям и квалификациям населения, которое относится к категории гражданам предпенсионного возраста. У нас будет проходить обучение по квалификациям сантехника и отопления, сухое строительство и штукатурные работы. Как долго будет проходить это обучение и когда можно уже обращаться, с какого момента? Обучение начинается по компетенции сантехника и отопления с 15 июля. Срок обучения 72 часа, то есть 9-12 дней займет. Следующее обучение у нас начинается с 9 сентября, с 1 октября и с 1 ноября. По компетенции сухое строительство и штукатурные работы начинается обучение с 9 сентября, с 1 октября и с 1 ноября. Получается, что по итогам обучения граждане получат определенное удостоверение, которое позволит им где-то найти работу, я так понимаю? Да, конечно. А какие еще программы будут реализовываться с техникой? Может быть, есть уже какие-то проекты по обучению граждан предпенсионного возраста? Пока только на этом. Еще есть какой-то либо среди проекта в обучении для предпенсионеров? Да, вот сейчас то обучение, которое мы по стандартам WorldSkills реализуем через наши колледжи, это один из трех механизмов вообще проекта федерального обучения граждан предпенсионного возраста. Еще можно обучиться через центры занятости населения и также по направлению предприятий. Причем надо отметить, что человек учится либо там, либо здесь. У него одно обучение. А вот сколько граждан, допустим, за раз может обучить техникум или другой учебный заведений? Ну, пока на сегодняшний день в республике выдана квота на обучение полутора тысяч граждан. Но сейчас идет уже новый отбор, где тоже наши другие образовательные учреждения будут подаваться и тоже получат право обучения уже другого количества граждан. А вот как будет проходить итоговая тестация по окончании обучения? Они какие-то тесты будут сдавать, практику показывать, допустим, как штукатурить, малярить? Итоговая тестация состоит из двух частей. Одна часть это теоретическая, которая сдается в тестовом режиме. И вторая часть это практическая, которая будет проходить в демо-экзамене. Вот первоначальный набор. Сколько человек вы сможете набрать, разместить в своих аудитории? Восемь человек. Только восемь человек, да, за раз получается? Да. Первый выпуск уже был. Какие результаты по итогам? Да, вот 26 июня в республике прошел первый выпуск по данной программе. Это Северо-Восточный федеральный университет. Выпустило 9 человек. Они прошли обучение по компетенциям IT-сферы. Это и программные решения для бизнеса, и веб-дизайн. Они тоже прошли демонстрационный экзамен. Их обучение прошло в высокую оценку. Все успешно прошли. Тогда стоит напомнить, куда следует обращаться к гражданам для того, чтобы пройти такое обучение. Да, вот есть два способа, как попасть на обучение. Это, как я сказал, через сайт Академии WorldSkills. И также наши колледжи тоже распространяют информацию, что у них реализуется такое обучение. Они могут даже помочь с регистрацией на сайте. То есть они приходят в колледж, и просто нужно будет там на месте пройти на сайт регистрацию и все, записаться. Спасибо большое. Хочется пожелать удачи в реализации намеченных планов. Академия будущего Юнион приглашает на летние курсы «Веселая школа». Это единственный английский детский сад в самом центре города. Малыши от одного года до семи лет целый день находятся с носителем языка. Вас ждут интересные занятия, занимательные игры и креативные мастер-классы. Сказочный интерьер на 500 квадратных метров, музыкальный зал, игровая зона, современные классы, пятиразовое питание и многое другое. Также дети имеют возможность бесплатно играть в огромном сухом бассейне, посещать комнату с интерактивными играми, хендмейт-студио и лего-кабинет. Ваш ребенок не только научится писать, читать, считать, но и сможет развить свои творческие способности, а также хорошенько отдохнуть. Вместе с Юнион ваши дети будут всесторонне развиты. Трудоустройство молодежи является одной из актуальных проблем, так как спрос на молодую рабочую силу, который не имеет еще пока соответствующих навыков и соответствующего образования, он невелик. Поэтому Центр занятости населения города Якутска традиционно организует ярмарки вакансий предприятий, которые готовы трудоустраивать молодежь. И это пользуется большим спросом среди молодого поколения. Как проходила ярмарка вакансий на прошлой неделе, узнаем из нашего следующего сюжета. 15 работодателей, 66 вакансий, всего порядка 400 рабочих мест. Центр занятости города Якутска совместно с молодежной биржей труда «Импульс» ежегодно организовывает ярмарку вакансий для граждан до 30 лет. Особый акцент делается на трудоустройстве молодежи, не имеющей опыта работы. Это рабочие места рабочих служащих профессий в городе Якутске, в близлежащих районах, в пригородах. Они все объединены одной целью, чтобы дать работу молодежи. Ну, примерно 50 на 50 у них среднее и высшее образование. Конечно, это в основном, это выпускники последних лет. Да, но благодаря работе образовательных учреждений у нас сейчас у выпускников этого года уже меньше, чем в прошлых годах. Да, если раньше у нас было такое, что вот выпускники заканчивают образовательную организацию и сразу приходят к нам искать работу, то сейчас такого уже меньше, конечно. Больше процентов тех людей, которые уже поработали, но не нашли себя, вот, да, допустим, и обратились к нам за поиском новой работы. Таким гражданам в числе прочих услуг мы также предлагаем переобучение на новую специальность. По официальным данным, сегодня в столице республики более 300 человек в возрасте до 30 лет находятся в поисках работы. Для молодежи, не имеющей профессии, оказываются услуги по профессиональной ориентации, а также производится набор на бесплатные курсы. Я бы хотела найти работу администратора, ради бы продавца. По какой причине вы оказались без работы? Ну, я ищу себя, ищу, в чем я хороша, поэтому... А какая зарплата бы вас устроила? 30. Вообще, я бы хотел найти по своей специальности, я логист, и как бы, ну, как бы, чтобы был опыт для себя же сделать. Я сейчас в СФУ первый курс, в высшее, как-никак, обучение. Сейчас вот еще себе для краски, ну, для своего специального, профессионального. А так у меня, ну, практика есть, в принципе, так что хотелось бы устроиться именно по работе, потому что на летнее время. Молодежь – будущее всей страны. Потому обеспечение ее занятости является одной из основных задач государственной политики. Мария Павлова, Александр Жуков. Новый день. Принято считать, что именно Джордж Ромео завел моду на зомби на большом экране. В 1968 году, 50 лет тому назад, при бюджете 114 тысяч долларов, он снял ленту «Ночь живых мертвецов». При этом в кассовом сборе она собрала 12 миллионов долларов. Спустя 50 лет, в 2015 году, имеющий очень низкий рейтинг, ужастик, виселица, он, бюджет был всего 100 тысяч долларов, а по меркам 2015 года это всего 6 миллионов рублей, смог собрать в мире 43 миллиона долларов. Причем снимали этот фильм студенты. Вот, кстати, творчество студентов – это всегда определенный порыв, в том числе в кинематографе. И наши студенты в том числе не исключение. Какой сериал сняли студенты, расскажет наш следующий сюжет. Студенты с Северо-Восточного федерального университета сняли сериал «Джилгам Беляра», который пользуется большой популярностью среди студентов и выходит раз в неделю в YouTube. Сериал рассказывает о шести друзьях, которые вместе преодолевают разные трудности, влюбляются и дружат. Я с первого курса начал снимать видео, и со второго курса я начал снимать сериал. Идея пришла очень спонтанно. Мы сидели на кухне с друзьями и смотрели сериал «Сергеляха» называется. И вот смотрели, и идея вдруг пришла и захотели снять. График пришлось подстраивать под учебу, потому что и актеры, и мы тоже учимся. И вот ровно во время сессии очень трудно было все совмещать. Замыслом и основной идеей сериала, по словам режиссера, является то, что через сериал они передают ту беззаботную жизнь студента, которая кипит вокруг, и что нужно наслаждаться своими студенческими временами и брать от них все. Когда меня позвали в первый раз, я засомневался в самом проекте и думал, что вызовет такой резонанс. Ну, сначала я отказался, но потом меня взял интерес, типа, каков же быть это актером, ну и согласился. Вчера мы выходили погулять, просто подышать свежим воздухом, и несколько людей говорили, это же Чулхамбелягай, и нам было вообще приятно очень. Я точно такая же, как Настя, потому что она открытая, простая, общительная девушка. Хотите ли вы дальше сниматься в сериале? Если придет время, то мы подумаем, да. Для ребят, которые снимались в сериале, это был их первый опыт. Они признаются, что им очень понравилось участвовать. Естественно, мне очень понравилось, потому что для меня все это впервые. У нас в команде всего 16 человек, из них 6 актеров, 10 режиссерско-постановочная группа. В этой группе входят сценаристы, режиссер, оператор, монтажер, продюсер и менеджер. Съемки в основном, конечно, происходят в общежитии в 9-2. Для начала, до моего прохода, Андрей все снимал сам на одну камеру, и я была очень удивлена. У нас очень дружная команда, которая идет к своей цели. Они своим примером доказывают нам, что не имея большого бюджета, тонны техники и опыта, можно снять качественный сериал, который будет пользоваться популярностью. Прямо сейчас за моей спиной идут очередные съемки сериала. О чем же она будет, узнаем уже на следующей неделе. До новых встреч! Глава Министерства труда России Максим Тавпилин заявил о том, что с 1 июля увеличивается пособие по уходу за детьми инвалидами и инвалидами с детства первой категории. С 5,5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей. Произойдет это вот с сегодняшнего дня. Дополнительные расходы при этом пенсионного фонда России в связи с этим составят 13,5 миллиардов рублей. В Якутии с учетом районного коэффициента эта сумма будет больше. Кто имеет право и как получить данное пособие, расскажет респондент в следующем сюжете. С 1 июля пособие по уходу за детьми инвалидами и инвалидами с детства первой группы будет повышено почти вдвое. Размер ежемесячной выплаты гражданам, проживающим в регионах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, увеличивается на соответствующий районный коэффициент и составит 14 тысяч рублей. Увеличивается на соответствующий районный коэффициент. В городе Якутске составит 14 тысяч рублей. Обращаем внимание, что размеры увеличиваются только для родителей, усыновителей и опекунов. Для остальных останется в прежнем размере. Подать заявление на ежемесячную выплату можно через личный кабинет застрахованного лица на сайте пенсионного фонда или лично обратиться в управление пенсионного фонда. Как отметили в управлении пенсионного фонда, родителям или опекунам, ранее получавшим компенсационную выплату, не нужно предоставлять дополнительные документы или подавать заявление. При этом данная выплата производится к пенсии, установленной нетрудоспособному лицу. При трудоустройстве на работу, либо постановке на учет в центрах занятости, либо регистрации как индивидуального предпринимателя гражданин, осуществляющий уход, обязан в течение пяти дней обратиться в управление пенсионного фонда для подачи заявления на прекращение ежемесячной выплаты. Ежемесячная выплата назначается с месяца обращения, в котором гражданин обратился в управление пенсионного фонда с заявлением и со всеми необходимыми документами для назначения ежемесячной выплаты, но и ранее возникновения права. По данным ведомства, период ухода за ребенком-инвалидом и инвалидом с детства первой группы засчитывается в страховой стаж. За каждый год ухода начисляется 1,8 пенсионных балла. Наталья Кулисова, Семен Афанасьев, Новый день. Доброе утро! Мы продолжаем наш эфир. У нас сегодня в студии гость. Это Татьяна Синельникова. Она специалист по изобразительному искусству и декоративно-прикладному искусству Государственного российского Дома народного творчества имени Василия Дмитриевича Поленова. Город Москва. И визит Татьяны совпал с реализацией всероссийского проекта крупного «Салют Победы». Татьяна, доброе утро! Что это за проект «Салют Победы»? Кто в нем участвует и какова цель вашего визита? Доброе утро! Этот проект – это всероссийская выставка «Смотр». Она проводится в три этапа. Первый этап – это были межрегиональные смотры. Вот, например, в Якутске такой смотр прошел в марте. Далее второй этап – когда кураторы формируют выставки из лучших региональных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, и едут в зональные центры. У нас таких пять центров. Первый центр – это здесь, в Якутске, здесь проходит первая выставка «Смотр». Второй – это в Красноярске, Сибирь. Потом на Урале – это Екатеринбург, это Уральский федеральный округ. И по Волжье – центральный федеральный округ. И с севера – Россия, он у нас проходит в Тири, и юг России, Кавказ и Крым проходит в Симферополе «Смотр». Далее вот на этих смотрах зональных отбираются лучшие работы. И самые-самые лучшие художники будут показаны в Москве в 2020 году в Музее Победы, который на Поклонной горе. Что представили художники в Якутии? И сколько было вообще работы? Смотрите, у нас здесь участвовало семь регионов в этом смотре. Ну, что можно сказать про якутских художников? Что особенно трогает и вообще достаточно очень ценно – это личные истории, которые рассказывают художники. Ведь для якутских художников большая война с батальными сценами, она не очень близка. То есть, да, действительно, уходили на войну, и здесь очень много трагичных историй. Но очень интересно то, как здесь переживали Великую Отечественную войну, и художники это запечатлили. Это действительно интересно. А вот кроме картин были ли еще какие-то предметы искусства? Да, у нас также были и тематические произведения декоративно-прикладного искусства. И очень интересна здесь резьба. Ну, действительно, это как традиционные методы резьбы воплощаются в новой тематике. Это стоит посмотреть. Плюс, конечно же, это лоскутное шитье. То, что довольно традиционно для Якутии. Какую цель вообще ставил перед собой проект «Салют Победы»? Ну, помимо очевидной, это пристальное внимание к теме войны, плюс желание найти какие-то новые точки взгляда на эту проблему. Ну, и такая глобальная цель была – это найти новых художников. Знаете, сейчас во всем мире ценится наивное искусство. Но проблема в России, что уже, да и вообще во всем мире, уже 20 лет, как эта проблема есть, это поиск новых имен. И вот как раз-таки над этим мероприятием мы хотели найти лучших художников, показать, что они есть. Потому что сама структура этого мероприятия, поиск художников от самых малых населенных пунктов и проведение их по выставкам до Всероссийской дает возможность увидеть нам творчество, изобразительное всей России. И, конечно, мы найдем этих художников. Ну, вот вы наверняка побывали уже во многих региональных центрах, где проводился этап «Абсолют Победы». В чем, может быть, есть специфика нашей выставки здесь, в Якутии? В чем ее особенность? Знаете, здесь особенность заключается в близости к традиционному искусству. И это, конечно, очень привлекательно. Татьяна, спасибо большое за визит к нам на крышу здания национальной вещательной компании САХА. Хочется пожелать вам приятного возвращения домой и чтобы имена якутских художников, которые наверняка сегодня были открыты в рамках проекта «Слава Победе», они прозвучали уже на Всероссийском, а может быть, и на Международном уровне. Всего вам доброго. Спасибо. На этом все. Прощаюсь с вами, но ненадолго, буквально до завтра, в это же время на телеканале НВК САХА с 7 часов утра смотрите программу «Новый день» и получаете заряд бодрости и хорошего настроения на весь рабочий день. Всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»